Всем здравствуйте! Рада вас вновь приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами сделаем расклад, который я назвала «Непонимание и невозможность договориться». Иногда бывает так, что в нашей жизни есть человек, которого мы не понимаем, не понимаем его поступков, не понимаем хода его мыслей, мотиваций, мотивов, возможно, и очень сложно с таким человеком договориться. Вот сегодня, если у вас есть такие люди, мы будем разбираться в этом вопросе. То есть, кто этот человек и в чем причина. Так, приготовлю на всякий случай колоду Таро Сумасшедшего Дома. Напоминаю, что под любым моим роликом есть ссылки как на раздел «Сообщество», где я по пятницам пишу анонсы, приглашения на Блиц-консультации, так и ссылка на плейлисты, где есть, помимо раскладов, есть беседка, есть ролики о Таро простым языком, есть разные ролики о моем мнении на разные вещи, вопросы, когда я отвечала. И также есть в свободном доступе два курса под одноименными названиями плейлистов. Это «Путь души после физической смерти» и «Трактат Гермеса Трисмегеста». Если название «Путь души после физической смерти человека еще понятно каким-то образом», то вот именно «Трактат Гермеса Трисмегеста» не совсем понятен, то есть о чем это. И, как правило, непонятные сложные слова отпугивают людей. Но если абстрагироваться, а вот страх, возможно, непонимание, а просмотреть все-таки и вникнуть в суть говорящего, либо повествование в этих курсах, то действительно, ну... Знаете, иногда такая мысль просто пришла. У каждого слой реальности, он свой, и восприятие свое у каждого тоже присутствует. И иногда, когда я что-то создаю, либо что-то пишу, для меня это является как неким таким озарением. И мне кажется, что вот теперь вот стало все понятно, и этим обязательно надо поделиться. И когда ты начинаешь делиться, ты забываешь о том, что у каждого человека свое восприятие. И то, что тебе кажется таким глубоким и необходимо, возможно, для понимания, другой человек проходит мимо, потому что в его реальности нету таких знаний, в его реальности нету таких убеждений, что ли, такой модели поведения. И здесь вот все время как-то я немножечко расстраиваюсь. Почему? Потому что хочется всегда как-то, не знаю, не то чтобы помочь, я не тот человек, который любит помогать другим. Я, скорее всего, тот человек, который имеет необходимость показать, да, вот какие-то секреты этого мира, показать то, что скрыто, то, что человек самостоятельно, если он не занимается, не развивается, он это не увидит. И вот это вот, знаете, мое желание показать, обрати на это внимание, задумайся об этом, ведь это классно, это здорово. Очень часто я увенчивается каким-то таким крахом, вот, и у меня возникает такое сожаление, блин, опять, опять прошли мимо, опять не увидели, опять, опять. Вот. Ну, в общем, кому интересно, смотрите. Смотрите, эти курсы, они в открытом доступе. Вот. И, как правило, знаете, глазами смотрящего, да, видна красота. Но, к сожалению, люди проходят мимо, не видят эту красоту в этих курсах, понимают что-то свое и не видят такого явного для меня. Вот. Это, наверное, моя самая такая, как будто сказать, боль, вот, в плане развития. Почему люди это не видят? Но почему, да, почему ведь это заметно? Ладно. Что-то еще-то я хотела сказать. А, и не забывайте подписываться на мой второй канал, ссылка есть в описании под любым моим роликом. И также напоминаю, что у меня есть, помимо открытых два курса, у меня есть мастер-класс по метафорическим картам, мне его недавно напомнили. Девушка одна приобрела, я забыла, что есть. Иногда такое бывает. Вот. Точно так же, как есть спонсорские расклады в записи. И каждый такой расклад стоит 450 рублей. Это небольшая сумма, но он очень интересный расклад, потому что это не были обычные темы. Как правило, это были философские темы, где нужно, ну, чуть-чуть включить свой мозг, да, и поразмышлять. Вот. Такого формата, такой направленности. И в этих спонсорских раскладах, если я не ошибаюсь, там, по-моему, были два или три расклада, где была показана полностью линия развития вашей жизни по возрастам. То есть какой возраст, что будет, как будет. Вот. Прочитать, конечно же, про спонсорские расклады и их название можно на посылке моей услуги, которая тоже есть в описании к этому ролику, да, прокрутите документ, на который вы попадете до самого конца. Там внизу есть название этих спонсорских раскладов, там, связь с мамой, связь с отцом, чему они учили. Очень интересные вещи есть, помимо философских, да, например, там, что такое интуиция, что такое любовь, дружба и так далее. Потому что все-таки продолжаю верить в то, что второе – это не только предсказательная система. Почему? Потому что я, опять же таки, да, как инструмент в моих руках, ну, вот, мне кажется, что в нем присутствует такая же глубина, которая и знания, которая присутствует внутри меня. И мне все время жалко, когда, я не знаю, тебе дают какой-нибудь там полимиксер, а ты его используешь типа тупо для того, чтобы там взбивать только яйца. Вот, когда в нем, например, в этом умном роботе можно там и обед готовить, и хлеб печь, да, а ты его используешь, ну, вот только узконаправленно. Мне это как-то, знаете, как это, как родное детище, да, зацепили. Вот, то же самое и с раскладами, если вы обратили внимание. Вообще, я очень рада тому, что на канале остались, вот остался такой костяк людей, которым действительно нравится развиваться, люди, которые действительно стараются понять себя. Почему мне это нравится? Потому что ушли все те люди, которые создавали вот эту вот бурную деятельность, да, эффективность некую такую в плане развития. И на самом деле не столь интересно было, да. И это заметно, потому что недавно попался один такой комментарий от человека, который послушал расклад, по-моему, это был расклад про агрессию, написал комментарий, ни о чем. И мне это так улыбнуло. Почему? Потому что, ну, не увидел человек то, что ему нужно было. Ну, потому что, не знаю, недорос, нет в его реальности информации, которая была заложена в раскладе. И это здорово, потому что эти люди проходят мимо, а те, кто остаются вместе со мной, я тоже вместе с вами расту, поверьте. Тоже очень многое узнаю от вас, из ваших комментариев. Многие вещи заставляют меня в первую очередь задумываться. И вот, и поскольку канал все-таки такой же, как и его хозяйка, больше про подумать, про поразмышлять, поискать, это на самом деле вот здорово, что остаются те люди, которым это действительно нужно, так же, как и мне. И я вам благодарна за это. Вот. Поэтому и расклады, как и сегодняшние, да, может, опять же-таки, с точки зрения, не знаю, просмотров не набрать, столько просмотров, но на самом деле, если смотреть моими глазами, то в этом раскладе непонимание, невозможность договориться, я вижу прям огромную зону роста. Почему? Потому что очень часто так бывает. Мы не можем договориться с человеком, потому что у нас нет общего языка, да, у нас есть разные взгляды, разные ценности на какие-то вещи, и его восприятие мира не соответствует моему восприятию мира. И здесь происходит некий такой конфликт. И вот в этом конфликте всегда происходит, во-первых, разрядка, да, сценарии, то есть во время разрядки, когда, знаете, есть какой-то конфликт, мы говорим, в пространстве искры, человек метит искрами, то есть, ну вот этот вот заряд энергии, двух противоположных, да, энергии, они начинают разряжаться, и вот в этот момент разряжения, то есть обнуление, всё ненужное, оно уходит, поэтому, две голубки прилетели, сели на ветку, поэтому конфликты, они нужны, если правильно их использовать. Вообще, на самом деле, это вот прям хорошая такая перезарядка каждого из нас, вот эта вот ненужная шелуха во взглядах, в шаблонах, она может исчезнуть, поэтому, опять же таки, всё зависит с точки зрения, как мы смотрим, и что мы видим. И вот такие расклады, они как раз-таки непонимания, да, они помогут человеку увидеть, почему я не могу договориться, не в контексте самообичевания, что не так со мной, и не в контексте критики, что не так с другим человеком, а в контексте роста, что ещё, да, я могу в себе развить, как по-другому я могу посмотреть на эту ситуацию, как я могу оценить её, где в этой ситуации есть иллюзорность, либо белое пятно, которое я не вижу, да, где мы можем договориться с человеком, как итог, вот, ответа на все мои предыдущие вопросы. И тогда в этом есть рост, как и для нас, так и для другого человека. Мне кажется, такие расклады, они здоровские на самом деле, ещё раз, если вы смотрите моими глазами, ну, хотя у вас есть свои, и у вас свои уроки. Так, ладно, приступим, приступим. Так, позиция номер один, голубенький камешек, голубенький камешек, смотрим, невозможность, да, непонимание, невозможность договориться с кем. Сначала посмотрим вашего человека, которого вы здесь загадали, я это смотрю, его энергию. Если в вашем пространстве такой человек, с кем вы не можете договориться, вот, что это за человек, его энергия. Смотрите, энергия восьмёрка мечей. Восьмёрка мечей сразу говорит о том, что человек упирается, знаете, как, находится в каком-то ступоре, невозможность дальше двигаться, и поскольку мечей, это всегда говорит про интеллект, про наше мышление, суть этого аркана заключается в том, что человек не видит возможности дальнейшего развития либо движения вперёд. Почему? Потому что мечи, которые расположены за ним, да, это вот убеждения, это сценарии, это те модели, которые его сформировали, и они есть в реальности этого человека. То есть человек живёт, исходя из этих вот восьми, в данном случае, да, каких-то суждений, которые являются для него его опорой. Эти убеждения, эти программы, сценарии, называйте их как хотите, они не дают возможность дальше двигаться. то есть дальше этого, вот того, что человек прожил на основе того, о чём он думал, человек двигаться не может. Для того, чтобы двинуться вперёд, ему нужно впустить вот новую, какую-то такую струю в свою жизнь. и эта струя может быть связана, либо, даже не связана, а она может происходить либо изнутри, то есть желание человека прислушаться к себе, к своим собственным именно ощущениям, не к мыслям, а ощущениям, то есть понять, что же я хочу на самом деле, и начать двигаться, и начать двигаться, эти голубки, 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 и начать двигаться в том направлении, знак для меня, я потом подумаю, и начать двигаться в том направлении, в новом направлении, как выход из тех ограничений, которые присутствуют в жизни человека. И это может быть также ещё и внешние какие-то факторы, то есть помимо внутренних факторов, ограничивающих самого человека, здесь присутствуют ещё и какие-то внешние факторы, которые не дают человеку двигаться вперед, то есть хочется сказать, что человек находится в каком-то, не знаю, за заборе, может быть, за забором, может быть, как-то вот его территория, она ограничена, хочется сказать, какими-то колышками, если вот вы живете где-нибудь, где есть собственные дома, вот здесь вот прям очень четко прорисовывается забор этого человека, то есть вот какой-то, не знаю, он деревянный, да, не железный, не пластмассовый, не каменный, не кирпичный, а вот именно деревянный, но забором такой как-то интересный, как колышки какие-то вот стоят, ладно, это вот для кого-то конкретного, но здесь суть в чем заключается, что человек, которого нам здесь показывают, это человек, который находится в ограничениях, и на самом деле он не горит желанием как-то что-то менять, да, то есть проще сетовать на ту невозможность, да, дальше двигаться, но это вот как будто бы некая такая еще, знаете, защита, когда человек закрывается, ну, говорит, например, у меня есть там какие-то обязательства, и поэтому я не могу с тобой взаимодействовать, я не могу тебе помочь, потому что, допустим, ну, если финансово как-то, да, у меня деньги уходят какие-то на другие нужды, вот, и я не способен тебе помочь, на самом деле это не так, здесь просто нету желания у этого человека, и вот он как будто бы закрывается, одевает вот эту вот маску, да, беспомощности, да, типа я такой, знаете, не знаю, добрый, хороший, но я на данный момент не могу тебе помочь, то есть ему как будто бы напрямую отказать вам невозможно в чем-то, он не хочет, и вот он скрывается за какой-то такой маской того, что, ну, сейчас, не знаю, ни время, ни возможность, вообще в голове у этого человека такая черная-черная луна, хочется сказать, да, во-первых, замкнут, то есть круг, по которому он ходит в своей жизни, вы можете даже отследить некую такую цикличность его поступков, и, с другой стороны, человек вот как будто бы, не знаю, почему-то мне хочется сказать, как нету трезвости, нету ясности, да, я не знаю, может быть, человек принимает какие-то там вещества, может быть, употребляет алкоголем, это не обязательно мужчина, да, вообще, здесь какое-то такое, знаете, помутненное сознание, потому что человек не желает решить свои вопросы, вот еще расскажу, его главная характерная черта, ему проще сказать, что его одолевают какие-то проблемы, сложности, нежели их решать. Человек вообще способный, да, это король мечей, человек способный решить любые свои задачи, это человек умен, интеллектуален, но человек, который держит, опять же таки, если я говорю, что это король мечей, это не обязательно мужчина, характеристику человека, который держит людей на расстоянии, и присутствует в нем какая-то такая, знаете, надменность, как-то человек, вот, я не знаю, возвышается над другими, может иногда быть, как-то съязвить, да, как-то вот что-то такое сказать, с ехидством, человек, у которого есть проблемы как-то с эмоциональным фоном, какие-то болезненные, ну, то есть человек не показывает свои эмоции, и он как-то ощущение того, что это человек какой-то израненный, израненный эмоционально, и вот возникает какой-то негатив, когда ты смотришь на этого человека в контексте, вот, когда ты его лучше уже узнаешь, не сначала, а вот когда уже лучше узнал человека, не хочется, не знаю, мне так хочется сказать, хочется треснуть по голове и сказать, да, будь ты уже человеком, да, хватит уже притворяться, то есть вот есть какие-то такие моменты, то вот съязвить, как-то схитрить, вот, что-то такое неприятное, отталкивающее, но за этим скрывается вот какая-то его израненность, вот как будто бы за этим идет крик души, и человек говорит, помоги мне, да, то есть, ну, вот помоги мне, не знаю, то ли не обращай внимания на то, как я, какая-то вот глупость идет, то есть вот человек выдает вот эти вот болезненные колки какие-то моменты из-за того, что, не знаю, как глупо, глупо поступает, хотя именно вот по отношению к вам, хотя, в принципе, человек очень умный, человек может быть знающий, ну, то есть, читает, интересуется, но это вот не так глубоко, вот, но у него достаточно широкий спектр интересов, я могу сказать, да, то есть, ну, по крайней мере, человек читает, неважно, газеты он читает, либо книги, но человек читает, что-то изучает, ему нравится, то есть, есть какие-то сферы, которые ему и интересны, он интересный собеседник сам по себе, да, ну, вот есть в нем вот это вот качество, он может игнорировать, он может быть какой-то вот холодный, вот такое ощущение, что, вот знаете, хочется просто обнять человека и растопить этот лед, вот эту глыбу, айсберга, за которой вот скрывается такая достаточно теплая, теплая и ранимая душа, у меня ощущение того, что это человек, вот это вот свою душу в виде маленького ребенка, он как будто бы погрузил в какую-то башню, знаете, здесь реально заточил в эту башню, потому что вот эта вот глыба, не знаю, мне показывают, как башни, вот он на самом дне, вот этот вот маленький свет, комок света, такого желтого, и желание как-то проявиться, но здесь вот эти вот оковы, эта башня, ну, она непробиваемая, она непробиваемая, ее возвел сам этот человек, вот здесь о таком человеке идет речь, да, исходя из этого, ну, уже сразу понятно, почему вы не можете найти общий язык с таким человеком, ну, понятно мне, потому что я чувствую эту ситуацию, в принципе, мы сейчас посмотрим, но я и без карт могу вам сказать о том, что причина заключается в том, что вы не можете договориться с этим человеком, потому что человек держит вас на дистанции, человек держит вас на расстоянии, не показывает вам настоящих своих искренних каких-то, возможно, чувств, намерен здесь человек наглухо закрытый от вас, да, поэтому хочется сказать, ну, в закрытую дверь бессмысленно стучаться, да, если человек сам не захочет, вы не достучитесь, поэтому причина в желании этого человека, ну, и исходя из этого, конечно же, ваше мировоззрение, они будут разняться, то есть у меня такое ощущение, что вот вы как будто бы как золото, да, если брать как металл, вот солнце согревающее, теплое, это как жизнь, олицетворение жизни, а человек как будто бы как серебро, такое, знаете, холодное, пассивное, как броня какая-то, непропускаемая, поэтому как бы солнце не восходило высоко, чтобы осветить башню этого человека, да, а вот эта вот башня, она как металл, как серебро, полностью вот в этой защите, и она, ваш свет отражает, поэтому, что бы вы ни сделали, что бы вы ни сказали, идет отражение, да, то есть вот человек даже не прислушивается к тому, что вы говорите ему, он как будто бы вот вообще не подпускает, не подпускает близко, поэтому, что бы вы ни сделали, сколько бы вы ему любви не дарили, желания, я не знаю, там, света, какие-то позитивные намерения, либо просто беседовали, вот, нет, такая броня, которая непробиваемая без желания самого человека, но это его образ жизни, он так выбрал, ему так проще, ему так комфортнее. Хорошо, ну, давай теперь посмотрим на картах, да, сравним, в чем же причина, почему вы не можете договориться, десятка педаглей, смотрите, здесь тема вашего обсуждения, она может касаться либо финансовой стороны вопроса, либо семейной стороны вопроса, то есть каких-то вопросов семьи вы не можете договориться, либо с деньгами не можете договориться, либо то, что вот как-то выстроить какой-то фундамент, да, основан на который вы как будто бы вместе, сообща, можете развивать те отношения, в которых вы находитесь. Ну, то есть, если, допустим, это родственные какие-то отношения, как мы с тобой будем взаимодействовать, если это, там, любовно, опять, как будем выстраивать наши взаимоотношения, там, профессионально, как будем выстраивать бизнес, то есть, вот, некую такую базу, да, здесь этой базы договоренности, ну, быть не может, здесь разногласия в этих сферах идет. В чем конкретно разногласия? Семерка кубка в выборе, вы выбираете абсолютно разные вещи, да, что выбирает ваш партнер, и что выбираете вы? Смотрите, вы выбираете пятерку Пендакли, вы выбираете, Пендакли, Гуржезлов, вы выбираете борьбу, вы, но борьба, знаете, как некое такое соревнование, ощущение того, что вот вы все время вытаскиваете человека, к которому мы говорим, на какую-то вот вызовы ему бросаете, вызовы, я так понимаю, для того, чтобы, расти, вот, вызов для того, чтобы вышел человек из своей вот этой башни. А человек здесь, смотрите, как карты говорят, это добродетель стойкости, здесь мы видим девушку, да, которая стоит и поддерживает колонну, вот я говорила про башню, вот она вот, колонна здесь и изображена, готовая рухнуть, и задача главной героини этого аркана найти в себе стойкость, удержать все эти части, которые готовы рухнуть. Здесь такое ощущение, что каждый раз ваше взаимодействие, оно такое интересное, каждый раз, когда вы взаимодействуете с этим человеком, вы расшатываете его вот эту вот башню, и эта башня, в которой он находится, она трещит по швам, то есть она дает уже трещины некие. И, безусловно, если продолжать ее расшатывать, да, то она, велика вероятность, что она когда-то, да, может рухнуть. Но человек старается всеми усилиями, да, удержать вот эту башню, иногда он даже закипает, когда вот что-то вы рушите, вот этот вот его, по восьмерке мечей, то, что я говорила, его выстроенный вот этот вот быт, то, как он сам себя окружает, вот той жизнью, в которой он проживает, своими какими-то убеждениями, ощущение того, что вы их расшатываете, да, то есть при взаимодействии с этим человеком подвергаете сомнению, расшатываете означает, подвергаете сомнению, да, что и заставляете человека, в кавычках заставляете, пересмотреть свои какие-то убеждения, то есть вы бесконечно вливаете энергию в этого человека, да, огонь, для того, чтобы пробудить, да, как-то вот, я не знаю, у меня с одной стороны идет, знаете, как дерево, на котором есть снег зимой, да, навалило, и вот она его укрыла. И вот, не знаю, может быть, вы и сейчас так делаете, может быть, в детстве стояли все время под деревом и трясли это дерево, да, либо как-то пинали, чтобы снег падал на вас, и тем самым ветки, они, значит, высвобождаются от груза снега, но ты получаешь колоссальное удовольствие, да, то есть вот это вот высвобождение, оно радует как дерево, ну, можем так предположить, так и нас. Вот вы как будто бы являетесь таким человеком, вы высвобождаете. И выбор заключается в том, что вы, проще говоря, вы атакуете, он обороняется. Поэтому вы разные вещи выбираете. Он выбирает оборону, вы выбираете атаку, вы выбираете гармоничное взаимодействие. Смотрите, вы выбираете парность, для вас это важно, парность в контексте совместности, да, в контексте взаимности, то есть двойка кубков. Давай будем решать задачи вместе, давай будем что-то делать сообща. То есть вот этот вот фундамент, о котором мы говорили, да, что мы будем на равных, что мы будем партнерами. А ваш партнер, причем здесь, смотрите, здесь много людей, да, в пятерке жезлов, в двойке кубков тоже присутствует, вот эта вот парность, ну, большое количество людей. То есть активность. Вы как будто вы вытаскиваете человека наружу, а он у нас выходит, значит, по аркану стойкости и по королю сосудов, да, это пятая масть данной колоде. По королю сосудов. То есть это огонь и мужское проявление в чистом виде. То есть человек единоличник. Вот вы как будто бы, да, больше идете взаимодействие, да, давай сообща, то есть вам интересно чужое мнение, на основе которого вы можете потом выстроить сообща некий такой консенсус в плане, куда вам двигаться дальше, что вам нужно делать. А человек, он единоличник, ему неинтересно мнение, да, у него есть своя четкая позиция, которую он хочет придерживаться. И вот выпала его пара. Королева сосудов данной колоде – это олицетворение бессознательного. То есть человек где-то поступает как-то на основе каких-то программ, которые очень глубоко у него записаны. И эти программы, они не парные. Они не парные. Но, как бы то ни было, да, здесь человек, вот через каждое ваше, я не знаю, сотрясание его башни, у него что-то начинает выходить. Знаете, как вот стряхнули, как это дерево, да, человека. И у него из его бессознательного вышел какой-то сценарий, вышел какой-то страх, что-то сразу появляется. Человек начинает задумываться, что, а может быть, стоит что-то новое? То есть он начинает задумываться, да. Двойка сосудов здесь говорит о том, что у человека появляется вот этот вот вызов, да, который ему бросаете, он его принимает и начинает задумываться, а может, стоит, да, все-таки попробовать или нет. Хорошо. Если вам нужно все-таки это взаимодействие с этим человеком, да, как вот выстроить вам свою модель поведения, чтобы вы не сливали энергию, потому что вы здесь ее очень много даете, но она у вас есть, да, то есть вам переживать за это не нужно, что вот как-то, как вампир. Хотя он не является вампиром, просто он очень тяжелый человек по энергии своей, очень тяжелый. Как вам выстроить взаимодействие и общение с этим человеком? Прекрасно, туз мечей, императрица и восьмерка жезлов, да, только восьмерка жезлов перевертая. Как выстроить? Исключительно, исключительно, исключительно сухо, безэмоционально, да, по тузу мечей, на основе каких-то фактов, то есть вам нужно приводить какие-то доводы конкретные, там, статистика, информация, цифры, то, что измеряемо, то есть убеждение в плане, я так чувствую, у меня такое, там, не знаю, интуиция подсказала, либо я там переживаю, либо я волнуюсь, это не работает, вообще никак не работает. Но вам нужно четко, конкретно, по факту, возможно, иногда холодно, да, то есть сказали что-то, человек не согласился, отрезал, пошли дальше. То есть здесь не бояться, здесь нужна такая холодная логика, конкретная, без лишних каких-то слов, то есть здесь эмоции ждать от этого человека невозможно. При этом вы должны при взаимодействии в общении с человеком, желательно здесь очень мало говорить, либо говорить по существу, да, то есть если мы говорим о мужчине, а у женщины это сложно, женщины сами по себе очень, во-первых, эмоциональны по своей природе, во-вторых, говорят очень много, да, то есть чтобы женщине объяснить что-то мужчине, она будет использовать большое количество слов и очень часто использует в разговорной речи именно ощущение. Вот мне так кажется, либо вот я чувствую, что вот такие вот слова здесь будут затронуты. Этого делать не нужно, нужно говорить безэмоционально, сухо, и по восьмерке жезлов медленно, не торопиться. Этому человеку нужна медленная речь, либо размеренная, тихо, спокойно, ритмично, монотонно, сухо, и никуда его не торопить. Но при этом, да, здесь выпадает императрица, то есть в некоторой такой степени, знаете, как-то обогащать, да, обогащать, возможно, знания этого человека, возможно, императрица та, которая рождает какие-то идеи, та, которая рождает какую-то, вот эту вот благость, та, которая передает гармонию, передает красоту. То есть, опять же, если вы женщина, а загаданный человек-мужчина, да, вы должны сиять, вы должны как солнце, как я говорила ранее, светить, вы должны быть яркой, но при этом стойкой, уверенной. И, то есть, здесь такое сочетание, с одной стороны, вы презентуете себя, как некую такую статную личность, уверенную в себе, безусловно, эмоциональную, да, а с другой стороны, знаете, вы как-то наполнены красотой, желаниями, а с другой стороны, именно гармонично. То есть, вот вам нужно как-то интуитивно понимать, дозировано говорить, то есть, вы можете выдавать информацию, но, опять же, таки, немного, то есть, не только эмоции, но и информация, она должна быть дозирована. То есть, вы можете сказать, что вот, а подумай над этим, да, и ушел там, через три недели пришел, спросил мнение, потому что все эти три недели человек может думать, и не факт, что он до чего-то додумается. То есть, ваша модель поведения должна быть конкретная, сухая информация, при этом каждый раз обновленное, то есть, что-то новое подкидывает человеку для размышления, новый взгляд, новую точку зрения, новую какую-то информацию. И очень важно не торопиться, не спешить. Вот здесь человек, помимо того, что он непробиваемый, вот действительно, да, мы говорим, невозможно договориться с человеком, да, что не так со мной, с вами все так. Человек такой, которого я вам описала. Здесь очень человек медлительный, человек медлительный, потому что он переключается с вашей коммуникацией, с той информацией, которую вы даете. Так, ты можешь заниматься какими-то своими делами, потом снова возвращаться, вспоминать, что вы там сказали, сталкиваться с какими трудностями, в понимании и обработке той информации, которую вы сказали, потом опять переключается на что-то другое, снова возвращается. Ну, то есть, вот такой вот процесс медленный, здесь такое, знаете, преображение, не как в сказке, да, смахнула, значит, волшебная фея, и Золушка превратилась в такую красивую принцессу. Нет, здесь такой период, именно как чудовище и красавица, медленно, медленно, медленно сначала его долбили, 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 пока он наконец-таки начал видеть этот цветочек, да, красивый, как-то начал полюбить, полюбил этот цветочек, полюбил природу, и в самом конце уже произошло вот это вот метаморфоза, да, то есть изменение этого человека. Здесь очень, вот терпение, здесь вам нужно колоссальное, вот, сразу могу сказать, с другой стороны, вам не нужно придавать большое значение этому человеку, особенно если этот важный человек в вашей жизни. Смотрите, если здесь касается профессиональной сферы, да, то это хорошо, это, ну, человек здесь вот включен, он прям задел, заделом, вот именно на работу, да, то есть у него голова хорошо включается, он работает, правда, его торопить нельзя, да, там говорит сроки поджимает и все такое, это вообще не про него, он будет злиться, он очень вспыльчивый такой, вот, огненный при всей, при всем, при всей его холодности. А если мы говорим о личной жизни, во-первых, я пожелаю вам терпения, а во-вторых, я скажу так, у вас в жизни что-то другое должно быть очень важное, чему вы будете уделять больше внимания и периодически обращать внимание на этого человека. Огромное ваше желание и вот это ваш свет, он будет его душить, вас будет очень много в пространстве. Я могу предположить, что здесь вот так раз в три недели, не знаю, может быть раз в месяц прийти, посвятить этому человеку и уйти, то здесь вот жить с таким человеком, это очень сложно, это будет очень-очень сложно, да, то есть вам придется себя менять, потому что вы более гибкие, вы более подвижные в плане мышления, нежели вот эта вот глыба, этот айсберг, не... Но он меняется, да, он может, то есть если у вас будет терпение на целую жизнь, то да, вы сможете с этим человеком договориться. Так, вот такая вот у нас здесь была первая позиция, очень интересная. Мне кажется, последние два-три расклада, они как-то меняются, трактовки в энергиях, то есть в считке, я как-то по-другому опять их читаю. Периодически ловлю себя на мысли на том, что вот потоки энергии, то, что я ощущаю, меняются, это говорит одно, что вы меняетесь, да, потому что я считываю уже ваше поле, утащение того, что насколько вы меняетесь, насколько вы растете, насколько вы становитесь осознанными, это классно, это здорово. Так, позиция номер два. Смотрим двоечки вашего человека, о котором сегодня пойдет повествование, да, с кем вы не можете договориться, с кем нет этой возможности непонимания между вами, что это за человек, что это за энергия. Шестерка мечей, человек, который, знаете, может быть, он находится в каком-то движении, вот мне идет человек, который находится, неуловимый, потому что он находится в каком-то бесконечном движении, подвижный, то ли вот он, я не знаю, на машине, может быть, передвигается, да, либо это человек, который, не знаю, чтобы с ним встретиться, надо как-то заранее договариваться, звонить, назначать какую-то дату, то есть не то, что человек от вас убегает, он просто все время как-то вот в бегах, в бегах, сказала, вот, надеюсь, он не скрывается от закона, но в любом случае здесь человек вот как очень такой подвижный, он все время чем-то занят, он все время как-то находится в дорогах, я не знаю, может быть, у него там работа такая, да, он там водитель, может быть, дальнобойщик, но в общем человек очень, здесь я тоже вижу мужчину, как и в первой позиции, но у вас, может быть, вы загадываете другого человека, но здесь вот человек, энергия такая, причем подвижная, причем это человек, который все время как будто бы вот интересуется чем-то новым, у меня такое ощущение, он профессии, что ли, меняет так быстро, я не знаю, либо это интересы, хобби его так часто сменяются, то есть он вроде бы работает как будто бы на одной работе, потом вы его встречаете там через 2-3 месяца, и он уже в другом месте работает, вы так удивлены, то есть в смысле ты уже в другом месте работаешь, причем каждый раз, когда он работает на новом месте, он очень прям так активно, яростно отстаивает идею той профессии, той деятельности, которой он занимается, то есть если он работает, например, в одной компании, да, он может отстаивать идеологию этой компании, а потом он может перейти, например, конкуренту, и также яростно отстаивает точку сырения конкурента, и для него это естественно, ну то есть я же здесь работаю, да, то есть вот здесь как это, я не буду верить, да, в то, что, допустим, там, если какие-то услуги, которые продают, продаю услуги, но здесь человек, он вот такой очень подвижный, и либо, если это не профессия, это его хобби, он очень сменяет хобби, но хобби, они у него и активные, это не человек, который будет есть на рыбалку, это не про него, здесь присутствует какая-то активность, движение, это может быть что-то связано с организационными моментами, да, я не знаю, может какой-нибудь курьер, ну, человек, который вот что-то, что-то берет с одного места в другое место отдает, где-то там документы подписывает, что-то говорит, но он может быть как начальник какой-то, курьер не в плане работы, а в плане передвижения, не в плане чина, потому что это слишком мелкая рыбешка, здесь человек, занимающий, ну, пускай не главный пост какой-то, но он не разнорабочий, да, то есть это не низкая какая-то каста, это вот чуть-чуть повыше, но курьер вот в плане того, что вот он как-то передвигается, движется, да, хочет сказать, поставьте ему маячок, чтобы видеть, где он находится, да, в разных, в разных местах, фигура здесь, фигура там, вот это вот про него, что еще про энергии этого человека нам скажут, человек, знаете, если мы говорим о духовном развитии, это человек, который ищет, хочется сказать, философский камень, да, либо ключ, ключ решения к чему-то, может быть, это его профессия, что он как-то ищет решения для других людей, либо дает другим людям ключик, но здесь однозначно человек, который хочет находиться в какой-то такой сбалансированной своей жизни, то есть насколько у него активность присутствует, в равной степени он, когда, например, отдыхает, вот он ложится и расслабляется, да, типа, не трогайте меня, я сейчас отдыхаю, может быть, человек медитирует, да, расслабляется, может быть, ему вечерами нравится, там, я не знаю, за вокалом вина слушать какую-то такую расслабляющую музыку, да, не включать особо свет, либо свет должен быть какой-то такой приглушенный, ну, человек так расслабляется, но однозначно здесь очень такая активная, подвижная личность, и при этом стремящая, стремящаяся вот именно к балансу между, в любой дуальности, да, там, я не знаю, между мыслями и сердцем, его нельзя сказать, что вот он как-то в одну сторону склонен, такое ощущение, что вот у этого человека все сбалансировано в жизни, да, все сферы, он всем сферам находит время и энергию уделяет равнозначно, он такая достаточно сбалансированная личность, но мне кажется, что это все-таки внешний какой-то такой фактор, он, по крайней мере, одевает эту маску, потому что внутри себя где-то у него присутствует вот иногда очень сильная усталость, он может быть себе говорит на какие-то доли секунды о том, что я устал, я не хочу, а потом как-то, вот знаете, опомнится о том, что же я говорю, не, нет, не надо, вот, и потом опять что-то в нем включается, но вот на доли секунды он переключается на какой-то такой момент, что я устал, я устал, вот я хочу как-то расслабиться, а потом опять вперед, если вы узнали в этом описании человека, смотрим дальше с этим человеком, в чем причина, да, почему вы не можете договориться, во-первых, здесь нет состыковки во времени, сразу скажу, так же, как и в первой позиции, сначала я скажу, потом на картах посмотрим, в чем причина, причина именно в самом движении, да, то есть человек не ведет оседлый образ жизни, для него это неприемлемо, то есть если есть здесь какие-то разногласия, то они вот будут как раз-таки связаны с тем, что вот вы как будто бы говорите этому человеку остановись, остановись, а он не может, он как заведенный, ему постоянно нужно быть в движении, и поэтому сытый голодного не понимает, вот здесь у вас как-то, возможно, более замедленные ритмы, а у него наоборот, вы не можете состыковаться, вот по времени не можете состыковаться, вот он занят, потом, когда он находит какое-то окошко, там, раз в 500 лет своей жизни, у вас тоже что-то получается, вот вы не можете как-то договориться, состыковаться, у меня такое ощущение, что здесь может быть либо друг проходить, либо какой-то родственник, которого вы хотите увидеть, да, то есть здесь не проблема в непонимании в контексте, что вот мы разные люди и ссоримся, не можем договориться, а у меня такое ощущение, что это вот, скорее всего, какой-то вот ваш родственник, либо друг, с которым просто хочется встретиться, увидеться, пообщаться, но вот не состыковка программ и ритмов присутствует. Ладно, смотрим на картах. Причина, что вы не можете договориться, разочарование, пятерка кубков в любви, в любви. Так, что у вас, что у вас здесь за отношения с этим человеком? Ну, здесь как будто бы завершенные какие-то отношения с человеком. Не знаю, может быть, у вас какие-то любовные были взаимоотношения? Здесь поставлена точка и идет разочарование. Разочарование в эмоциях. Почему? Почему? Верховная жрица здесь не говорится о чем, да, здесь как будто бы какая-то тайна. Вы и сами, возможно, да, не можете понять, может быть, что-то произошло так непонятно. У меня чувство такое, что, знаете, как будто бы просто произошло отдаление. Не было какой-то конкретной ссоры или бы точку, когда вы ставите, а просто произошло какое-то отдаление. И вы как будто бы разочаровались здесь вот в своих чувствах, эмоциях по отношению к этому человеку. Да, союз здесь был однозначно. Двойка кубков выпадает. Но союз такой, знаете, я бы сказала, больше любовный не семейный. То есть здесь не про семью, здесь не про расставание семьи, а здесь вот какой-то такой по кролю жезла более страстный какой-то союз был. Правильно ли я понимаю, что вот у вас были отношения и они завершены, и непонимание и непонимание возникает скорее всего, почему они завершены. То есть не вопрос невозможности договориться, а потому что непонимание, почему завершились отношения. ну кризис был, да, вот кризис как раз-таки здесь был болезненный какой-то, какие-то болезненные проверки, которые вы не прошли. Вы, я имею в виду вдвоем, вы и этот человек, вы не прошли. Здесь какие-то уроки были очень серьезные, болезненные, дьявол, и вы не прошли. И вот в этом заключалась причина вашего расставания. Проверки, связанные с императором, проверки, связанные, может быть, знаете, как-то либо с ответственностью, либо проверки, связанные как раз-таки с тем, где вы будете жить. Может быть, здесь не было согласия и договоренности в плане в каком городе, как-то вот, ну не знаю, может быть, из-за того, что у вас было расстояние и человек, может быть, там из другого города бы, вот дистанция была и не могли как-то вот стабилизировать, где вы будете жить. Либо вот это как-то связано здесь с границами, либо личные ваши границы, либо границы территориальные. Ну и ответственность, конечно же, человека. как будто бы человек увидел новый шанс для себя в своей жизни. Новый выбор. Знаете, у меня такое ощущение, что даже этот человек, может быть, он выбрал какой-то вот, я не знаю, королю педакли, либо что-то связано с работой, да, вот заработком денег, да, то есть он как будто бы финансовую сторону вопроса выбрал, нежели как-то вот взаимоотношения с вами. Здесь человек-ветер, вот его никак не поймаешь. И вот здесь вот, скорее всего, на этой почве произошло расставание. Вот. Мы спросили, да, почему, почему вы расстались, да, непонимание, потому что здесь выпадает верховная жреца, возможно, кто-то считал, что есть другой человек в жизни этого человека, и он ушел, но на самом деле причина в том, что вы не прошли какие-то болезненные вызовы и тесты жизни, жизненные. Здесь не было равного такого вложения, да, здесь я могу предположить, все больше вкладывались человек, здесь, знаете, хочется сказать, человек мира, да, вот бывает человек мира, то есть у него нету родины, у него в каком-то одном конкретном месте, не знаю, может человек-пилот был, может быть человек, там, я не знаю, капитан дальнего плавания, но такое чувство, что человек, вот как-то, он, он по миру, да, вот, как-то так, по миру пошел, вот, ну и поэтому у вас не было возможности договориться, у вас разные, разные цели были, разные цели, вот, такая была вторая позиция, я просто так подумала, что изначально я же сказала, что не любовные отношения, а родственные, и, а карты показали немножко другое, но в любом случае, это пересекается, да, невозможность договориться с человеком, потому что, здесь человек не был в вас включенным, неважно в какой, в какой сфере это касается, человек жил своей жизнью, так вот, если, знаете, так очень пересекается с первой позиции, только в первой позиции, король мечей, он все равно как-то вот, был ориентирован на вас, да, он как-то, как жертва и тиран, да, то есть нету жертвы, и не будет и тирана, то есть вот, вот здесь вот как будто бы союз, вот он необходим был, то есть они как-то, знаете, они противоположны, эти пульсов в первой позиции, но они друг на друга смотрят, друг на друга ориентированы, а во второй позиции, они как-то вот так, да, то есть человек убегающий все время, а второй догоняющий, здесь как-то так, жертва в данном случае был мужчина, который все время как-то ускользал, убегал, женщина как будто бы его догоняла, ладно, смотрим дальше, позиция номер три, какие интересные расклады, человек, да, с которым, энергия человека, посмотрим сначала, с которым у вас есть непонимание, и невозможность договориться, то есть тема нашего расклада, что это за человек, кого нам покажут, какие энергии, здесь сразу показывается, два либо три человека, эти люди, такое ощущение, что вот два, они как-то между собой связаны, один постарше, один помладше, а третий, он может быть, как и связан с этими людьми, так и независимый сам по себе, ну вот первые два, они как-то связаны, не знаю, они могут быть родственниками, там, я не знаю, например, папа-сын, либо они просто один постарше, повзрослее, а другой помладше, но их что-то связывает, и третий человек, вот он как-то сам, сам по себе, и вот мне все-таки кажется, что здесь мужская энергия у троих людей, хотя вот третий человек, я не уверена, но склоняюсь больше вот к мужской такой энергии, вот эти два точно, мужчины, хорошо, энергию покажите нам, так, я вот еще сразу три, и мы посмотрим, значит, начну с того человека, который отдельно сам по себе, вот третья личность, с кем вы не можете договориться, здесь была девятка пендапли, ну, то есть из-за того, что здесь женщина изображена, можно сказать, что женская энергия, но я все равно склоняюсь, что это мужчина, мужчина, такой достаточно молодой, не старше сорока лет, ну, около того, ну, максимум 45, и то это очень много сказала, если это женщина, окей, пускай будет женщина, ну, то есть вы посмотрите, но я все-таки склоняюсь, что это молодая энергия, ближе к мужской, человек такой, знаете, самостоятельный, независимый, немножечко закрытый, можно будет сказать, что он угрюмый, но не совсем человек такой, социальный, предпочитает уединение, может быть, заядлый холостяк, человек, у которого есть свой образ жизни, у него есть свои интересы, они ему нравятся, он не готов менять, как-то свои устои, но я не думаю, что этот человек был женат, либо замужем, ну, вот, где-то 35 лет, нет, я не вижу семьи у этого человека, я вижу этого человека, как холостую личность, которой нравится, у него, это, знаете, это не тот человек, который, знаете, прям очень-очень активный, с другой стороны, он и не пассивный, интересная личность, которая вот наслаждается своей жизнью, у него есть деньги, которые ему необходимы, возможно, человек изредка куда-нибудь там ездит, путешествует, но опять же таки, он предпочитает какой-то вот такой уединенный образ жизни, но нельзя сказать, что вот он отшельник сто процентов, в его кругу есть люди, он знаком с и женатые мужчины тоже присутствуют, и холостые, он со всеми общается, нету здесь такого, что вот как-то отстраняется, ну вот, знаете, как бы так сказать, придут к нему, окей, хорошо он общается, не придут, ему и так хорошо, ну то есть такая уравновешенная очень личность, хорошо стоящая на ногах, человек с опытом, человек умный, умный, этого человека, вот хочется сказать, в брак ты и не затянешь, вот знаете, как завидный жених, но при этом в брак не торопится, его обхитрить не получится, но интересный человек, брюнет, я не могу сказать, что вот он прям высокий, ну вот где-то метр семьдесят пять мне идет, метр восемьдесят не тянет человек, ну метр семьдесят шесть, ну такой, знаете, поджарый, хороший, спортивная форма, я не говорю о том, что он занимается спортом, но он следит за собой, это не тот человек, у которого там есть пивное брюшко, и как-то, ну, ест все, что попало, в чем этот человек, сам себе готовит, хоть он и живет один, но он сам себе готовит, я имею в виду, это не тот, который сделает там бутерброд, либо яичницу, и все, нет, это человек, который вот прям себе готовит, потому что он любит вкусную еду, не много, но вкусную еду, то есть он даже может готовить, вот ему не лень для себя, сготовить вот прям домашнюю еду, вот такой человек, смотрим вот эти две личности, значит, та, которая постарше, выходит двойка жезлов, здесь человек может быть с усиками, он такой достаточно крупный, круглый, почему не идет круглый, у человека есть животик, такой достаточно большой, ну, крупный, крупный человек, и круглый, я не могу понять, почему мне круглого его показывают, ну, с усиками, может, у человека есть свой какой-то там, я не знаю, бизнес, там, какой-нибудь магазинчик, вот какое-то ремесло, ну, то есть, человек не работает на наемной работе, у этого человека, знаете, вот он иногда так прищуривается, какой-то у него прищур такой есть, хитрый такой вот, хитренький, надо хоть сказать, такой вот противненький, скользкий, а иногда вроде бы нормальным кажется, я не знаю, почему-то мне бухгалтер напоминает, не знаю почему, такое ощущение, что вот человек как бухгалтер, что ли, и весельчак, вот почему-то мне идет, что он веселый, да, вот как-то смеется, правда, шутки у него какие-то такие тупые, но лучше пускай так, чем будет серьезный, а второй, вот знаете, если их связывает профессиональная деятельность, да, то он как будто бы как стажер какой-то, как помощник ему, вот что-то такое идет, если нету между ними какой-то профессиональной сферы, связи, либо родственной, просто это человек помоложе, вот он юный идет, вот мне идет молодой, молодой, юный человек, такой худенький, невысокого телосложения, худенький, тоже брюнет, вот знаете, мне идет такое, что вот он вроде бы худенький, но у него очень сильные руки, вот здесь вот бицепсы, бицепсы, и какие-то, вот как будто бы, знаете, жилистый, особенно, когда что-то поднимает, какую-то тяжесть, видно его, вот, бицепсы, и жилы, прям не вены, знаете, когда у культуристов вены надуваются, нет, здесь вот как будто бы жилы, но он такой худенький, молчаливый, молчаливый парнишка, работящий, но не берет инициативу на себя, но при этом такой человек, когда, знаете, вот ему скажешь что-то, он это делает, да, исполнительный такой человек, но инициативу не возьмет на себя, то есть он может пройти, увидит, что там, я не знаю, на полу мусор, но ему не сказали, он и не поднял, скажешь, делает, молчаливый, неразговорчивый парнишка, сложно понять, что у него на уме, потому что, знаете, человек как будто вот как-то без цели живет в жизни, но он не амбициозный, но сложно понять, что у него в мыслях, что у него в голове, вот такие люди пришли, так, если узнали, кого узнали, не обязательно, что это все ваши, но кого-то вы узнали, значит, смотрим, в чем причина, в чем причина, почему не понимаете, почему не можете договориться, давайте вот с парнишки начнем, в чем причина, почему не можете договориться, а вот в этом причина-то и заключается, что вы не понимаете, что у него в голове, он не говорит, знаете, здесь такое ощущение, вот когда ругаешь человека, да, потом ты его спрашиваешь, ты понял, за что? Он умолчит, какой-то, знаете, такое безразличие, ты не понимаешь, в общем, таких людей, говоря, знаете, ни рыба, ни мясо, но здесь у него есть внутреннее стержень, я не могу сказать, что он такой вот хлюпик, нет, он просто неразговорчивый, из-за того, что он не говорит, из него слово клещами надо вытаскивать, и то, задашь один вопрос, одно слово скажет, а потом надо еще кучу вопросов задавать, вот в этом сложность, даже здесь не то, чтобы договориться, а вообще в общении с этим человеком, он как-то вот погружен в себя, человеку, у которого нет смысла в жизни, я не знаю, может быть, у него есть какие-нибудь суицидальные наклонности, я не знаю, но вот как-то к этому склонен человек интровертный, и опять же таки, он любит жизнь, но у него такое ощущение, знаете, человек как бродяга по жизни, вот он бредет, как вот просто тело есть, которое передвигается, вот бредет по жизни, и все, куда идет, какая разница, есть еда, поел, нету, ладно, есть сон, поспал, есть работа, пошел на работу, вот какая-то вот такая энергия, и поэтому вам сложно с этим человеком договориться, потому что, во-первых, он неразговорчивый, во-вторых, его сложно понять, в чем причина, человек находится в каких-то изменениях, в каких-то трансформациях в своей жизни, у него в голове что-то там происходит, такие какие-то перемены, и он не включен во внешний мир, он не включен в свою жизнь, вот как-то в проживание в мире, он как-то больше в себе, здесь какие-то тени его эгоизма, его вот как, не знаю, детский максимализм, то есть человек как-то внутри себя погружен, я не удивлюсь, если мне скажут, что как-то сущности, которые им управляют, то есть, ну вот, есть какой-то сосуд, есть объем это тело, и она просто передвигается, как будто бы нету сути, нету сути, но при этом есть стержень, причем такой человек, знаете, если в агрессии, вот хочется сказать, вот если бы он дрался, это тот человек, которого, знаете, так говорят, убил состояние аффекта, у него пелена, он не видит перед собой, он может монотонно что-то делать, если бить, то может забить до смерти, не потому что у него есть агрессия и злость, вот какая-то пелена, на него он уступает, и он не понимает, что он делает, как катежимый, что ли, узнает, что-то такое здесь показывает, он человек хочет измениться, понимаете, вот здесь выпадает три великих аркана, смерть, эгоизм и башня, и аркан шута, какие-то перемены идут в жизни человека, вот, либо он желает каких-то перемен, поэтому он сейчас как-то вот внутрь себя, что он хочет, какие перемены он хочет, хочет себе цель какую-то поставить, причем цель, возможно, связана с какой-то девушкой, женщиной, королевой жезлов, что он хочет с ней, возможно, он хочет как-то брака, знаете, он мечтает, возможно, он мечтает о какой-то девушке, поэтому что-то внутри него такое происходит, не совсем понятное, он не вовне живет, он внутри, в своей голове как-то живет, в виртуальном мире, ну, в общем, причина ясна, да, почему с ним невозможно договориться, вот этот вот дяденька кругленький, с хитринкой в глазах, в чем причина, почему с ним невозможно договориться, ну, луна, луна тоже круглая, кстати, луна, луна, лабиринт, здесь как будто бы нету понимания, но есть какие-то внешние факторы, которые не дают возможности общаться с этим человеком, так, девятка жестов, страхи, здесь человек как будто бы боится, может быть, за своего какого-то ребенка, либо за свое какое-то дечище, здесь интересный такой момент, человек как-то ориентирован на прошлое, может быть, это ваш бывший муж, у кого это есть, и у него есть общий ребенок, и здесь как будто бы невозможно договориться, есть какие-то внешние факторы, преграды, может быть, что-то делится, такое ощущение, что вы что-то делитесь с этим человеком, да, здесь скорее всего, велика вероятность, что по двойке кубков, что были какие-то отношения, то есть, если даже брака не было, то вот такое ощущение, что здесь есть какие-то отношения, но ребенок может быть, здесь исцелить как будто бы не получается, как-то договориться, а в чем камень преткновения, ну здесь невозможность найти общий язык, потому что есть очень много боли, есть очень много обид у партнера, вот и пока вы с этим человеком не обнулитесь, не завершите какой-то свой этап, то есть вот эта вот боль, обида, горечь, слезы, они должны исцелиться, вот пока это у вас, либо у него, у него, скорее всего, это у него, то есть вот пока он не исцелится, да, потому что у него здесь лабиринт, и невозможность дальше двигаться, то есть такое ощущение, что пока человек не вылечит свои какие-то, не залечит свои какие-то травмы, ну вот с ним невозможно общаться, даже если, допустим, это не, ну не был у вас брак, то суть заключается в том, что есть какие-то его травмы, башня на дне, какие-то разрушения, что-то произошло, и вот пока он не залечит свои травмы, с ним взаимодействовать не получится, то есть вот это, вот это его прошлая боль, она не дает вам понять, понять друг друга, ну то есть человек закрыт, человек закрыт, закрыт от вас, так, мне интересно, вот это вот красавчик, вот это красавчик, я как это, знаете, в кинотеатрах сижу, кино смотрю, картинки мне показывают, да, разные сценарии, драма, там все такое, фильмы ужасов, я как в кино, забавно, вот этого красавчика покажите нам, спортивного холостяка, он мне нравится, мне нравится, я не знаю, чье это добро, но симпатичный мужчина, симпатичный, так, в чем причина, почему здесь вы друг друга не понимаете, не можете договориться с этим красавцем, по поводу как-то будущего и перспективы, вы была королева мечей, что это такое, здесь как будто бы, знаете, я не знаю, либо вы, скорее всего вы, вы не видите, как можно выстраивать взаимодействие с этим человеком, как логично выстроить, такую модель поведения, в которой вы смогли бы, общаться, потому что здесь выпадает луна, здесь как будто бы, есть иллюзия, непонимание, и вот это вот действительно непонимание, оно не дает вам дальше двигаться, а почему, что есть в этом человеке, ну вообще изначально, да, я сказала, что вот он какой-то холостяк, он может быть вам это очень сильно транслирует, а, и это вот как будто бы останавливает, не дает возможности дальше двигаться, в чем еще причина, шестерка кубков, как-то прошлое, колесо фортуны, а здесь прошлое, колесо фортуны, королева кубков, проблема как-то, с женщиной, которую он любил, проблема с женщиной, которую он любил, и что здесь за проблема с ней, здесь, знаете, скорее всего, человек очень вкладывал много в отношения с этой женщиной, здесь была страсть, были чувства, были эмоции, причем, знаете, чистые такие, могу предположить, что здесь была какая-то любовь, вот, и если эти отношения разорваны, то вот как будто бы, здесь нету обиды у человека на эту женщину, но, как будто бы, знаете, человек себе говорит, я уже прожила это, а мне уже не хочется такого опыта, не в плане расставания, более, я не хочу любви, мне любовь не нужна, здесь, а какие цели по жизни у этого человека? Пятерка мечей, он достигатор, здесь человек бросает себе, знаете, как-то вызовы, может быть, даже это вот формат самообичевания, в некоторой такой степени, да, что он хоть и говорит себе, что вот я самодостаточна, мне любовь не нужна, отношения не нужны, мне ничего не нужно, мне и так хорошо, и он вот как будто бы себя наказывает, лишая, лишая себя, да, лишая себя настоящих искренних чувств, да, и общаясь только вот именно налегке, да, то есть вот какие-то дружеские отношения могут быть, либо, ну вот, здесь даже нету отношений без обязательств, понимаете, здесь человеку и не нужен как таковой секс, здесь как-то человек, наказывает себя тем, что он не привязывается, он не включается в других людей, будь то мужчина, женщина, то есть он дружит, да, но нету включенности, нету близости, даже если это мужчины, то есть нету, есть такое ощущение, что вот друзья такие встретились вместе, пошли там в спортзал, в спортзале каждый там на своем тренажере что-то делает, потом вместе ушли с этого спортзала, дороги там поменялись пару словами, и каждый пошел своей дорогой, и типа вот это вот дружба, ну вот как-то так. Здесь человек, я говорю, не включается умеренность, шестерка педаклей, здесь нету, человек не вливает в других людей свою энергию, он не вкладывается, ему это не нужно. Здесь спрашиваю почему, потому что человек, наверное, ждет какой-то другой подсказки, что он за подсказку хочет, десятку кубков, все-таки человек хочет любви, но при этом выпадает отшельник, да, типа, как это объяснить, когда он вроде бы и хочет любви из семьи, и в то же время ее не хочет. Я не могу это объяснить, как, но у этого в голове, у этого человека именно так. То есть я вроде бы как по отшельнику ищу ответы на вопросы, а нужна ли мне семья, и вот когда он об этом думает, он представляет, его это наполняет, вот какие-то картинки идут, там, я не знаю, ребенок растет, вот это как здорово, да, он в роли папы, потом, гоп, сразу как-то переключается, и все, нет, мне это не надо, знаете, как человек увидел сладкое, откусил, попробовал, вкусно, и все, остальное кушать я не буду, ну, то есть он откусил, попробовал и отказался. Вот здесь как-то так, да, поэтому, да, я хотел бы, он как-то так себе представит картинку, неплохо было, потом, гоп, сразу стирает эту мысль из своей головы, и переключается на, на что-то другое. Спрашиваю, что с вами, а с вами нет возможности, ну, то есть, опять же, нету включенности, ничего не развивается, как-то отношение, коммуникация, да, непонимание, потому что вы по-разному смотрите на какие-то вещи. Вот вы, например, вам кажется, что человек, ну, зря свое время прожигает, что ли, здесь повешенный, и семерка педаклей, а он на самом деле по рыцарю педаклей решает, и десятки жезлов решает, какие-то свои задачи, идет по жизни, все нормально у него, да, что-то изучает, ну, то есть, вам кажется, что он прожигает, а ему кажется, что он живет прекрасной жизнью, человек боится определиться, у него страх просто определиться, сделать окончательный выбор, да, выбрать вот именно что-то одно, почему он это боится? Потому что для того, чтобы выбрать что-то, ему придется погрузиться в глубины своего бессознательного и оттуда вытащить то, что он, от чего он отказывается, то, что он скрывает очень глубоко внутри себя, ему придется пройти трансформацию, а он этого не хочет, да, хитрит, обманывает, и поэтому он закрывается, ну, здесь человек закрывается, закрывается от любви, от единения, единения с самим собой, то есть, ну, он выбрал такую модель поведения, что и тешит себя, тем, что вот ему нравится, так как он живет, и нечто другое ему не нужно, но он так считает, вот, и вы поэтому не можете договориться с этим человеком, потому что, ну, у вас разные цели, так скажу, ваши цели, они абсолютно разные, вот такой у меня был сегодня расклад, на мой взгляд, на мой взгляд, чисто субъективный, все было здорово, все было очень интересно, я посмотрела кино, не одно, а несколько разных форматов, несколько серий, вы напишите, пожалуйста, свои комментарии, мне, мне нравится, я вот прям, я прям насладилась, надеюсь, вам было полезно, я действительно насладилась сегодняшним раскладом, не знаю, очень прям, кстати, слово не знаю, это слово паразит, я вот делала расклад, и я обратила внимание, насколько часто я это слово употребляю, да, не знаю, а потом говорю, выдаю информацию, нет, на самом деле знаю, вот, в общем, обращаюсь с вами, напоминаю, что впереди, на выходных у нас будет Блиц-консультация, переходите в раздел сообщества, читайте анонс, сообщество, есть ссылка под этим видео, перейдите на посылки, мои услуги, почитайте про, там, прокрутите документ, прочитайте про спонсорские расклады, кому интересно, можете приобрести, также мастер-класс, по метафорическим, картам, и в открытом доступе, два моих курса, путь души после физической смерти, и трактат Гермеса Трисмегесна, ну и платные два курса, это Древо Жизни, и обучение Таро в записи, сказала все, всех благодарю, до следующего расклада, всем отличных выходных, отдохнуть, наполниться, и прийти посмотреть расклад, вновь в понедельник, а я с вами прощаюсь, всем пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok